Следующий выступающий господин Сударенков. Спасибо большое, госпожа председатель. Я позволю небольшой экскурс. 2009 год, когда мы здесь же рассматривали такой же вопрос абсолютно. И тогда бывший председатель, я считаю, что это большой председатель и большой депутат, господин Депуч задал нам всем вопрос, а все ли мы сделали для разрешения той ситуации. Я думаю, такой вопрос правомерен и сегодня для нашего зала, потому что мне кажется, что мы, и я в том числе, я себя критикую, видимо, в этом плане, заняли позицию, не отвечающую главной цели, которую здесь высказал генеральный секретарь, представлять все стороны. Я совершенно не вижу, что здесь представляют все стороны. Одну – да, а вторую – о каком же тогда диалоге можно вести речь? Какой диалог? Поэтому, если существует диалог, то давайте мы не виртуально подходить к оценке ситуаций по интернету, когда мы беженцев, которые перешли в Россию, перевели в разряд перешедших в Украину. О чем разговор? О том, кто срывает минские договоренности. Мы так до сих пор с вами и однозначно не определились. И этого права, по сути, вы сегодня лишаете. И Пассе, как мне кажется, своевременно не рассмотрел ту ситуацию, которая сложилась в Украине вот на тот период. Потому что в истоке любого конфликта лежит первоначальная причина, первооснову. И в эту первооснову никто не хотел заглянуть. Отсюда и сегодняшние результаты. От того, что мы сегодня примем крайне острую, крайне сильную резолюцию, положение не изменится, если все это будет происходить в одностороннем порядке. Я сожалею, я закрыл бы за собой дверь в последнюю очередь. Но учтите, что до 75% моих сограждан, в принципе, не возражает, чтобы Россия прекратила свое взаимодействие с парламентской ассамблеей. Это меня тревожит. Я разочарован. И я думаю, не только я. Спасибо. Спасибо.